Вот это очень хорошая форма рассказывания о медиации. Опять же, надо говорить о том, что интересует эту аудиторию. Допустим, строителей или транспортников. Да, но вы говорите 10 минут, можете затронуть. А вот специфика нашей деятельности, что мы не только адвокаты, но мы адвокаты, которые предлагают медиативные компетенции в своей работе. Чем это хорошо? Рассказывайте, работает просто на отлично. Так, извините, эффект эхо почему-то начался. Мне трудно сказать, почему это. Ксения Владимировна, расскажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу маркетинга в социальных сетях? Мы с вами предварительно обсуждали. Плохо слышно вас так. Что маркетинг еще разошел? Маркетинг в социальных сетях. А рассказать надо, да? Ну, на самом деле, пока мне похвастаться особенно нечем, потому что я только в начале сети. И, в общем, на самом деле, пока только пытаюсь изучать вопрос, потому что есть люди, которые этим занимаются достаточно профессионально, и уже в гуру, можно сказать, в онлайн-маркетинге. Ну, на самом деле, нужно, конечно, иметь свое решение и хорошо вводить компьютера, и хорошо разбираться в том, как работают социальные сети. Потому что социальные сети как раз-таки выполняют роль вот этого сарафанного радио, или так называемого нетворкинга, да? Сейчас такое есть понятие нетворкинга. То есть это обширные-обширные связи, обширные связи, через которые люди передают информацию и говорят о том, что это здорово, это работает, и этим можно пользоваться. Но поскольку все-таки онлайн-работа, она отличается тем, что мы друг друга чаще не видим, да, и не знаем фактически как людей, то здесь приходится постоянно доказывать свою экспертность, что вы не только медиатора, вы еще и разбираетесь в той отрасли, в которой вы решаете проблему. То есть, грубо говоря, вам нужно постоянно доказывать, что вы в теме, если вы занимаетесь, например, проблемами в строительстве или проблемами с банками, вам нужно вводить терминологии, вам нужно говорить вот то, что Марат Александрович сказал, вам нужно говорить о новостях в этой сфере, вам нужно говорить о знаниях в этой сфере, о том, чтобы люди вам поверили, вам нужно завоевать их доверие. Завоевать их доверие этой большой аудитории с тем, чтобы они в итоге обращались к вам. И постоянное общение. То есть, если, допустим, сегодня человек не нуждается в вашей услуге, а через неделю он будет нуждаться, вы должны попасть в это время, в момент возникновения этой проблемы, к нему его зону внимания. Потому что так случается. Как мы даже видим, например, рекламу в почтовых ящиках. Вот нам кинули новый дом, и реклама в почтовых ящиках, например, ремонт, да? Ремонт, быстро подключить и так далее. И все. Один раз раскидали и забыли. У меня сейчас нет проблем у ремонта, она у меня возникла через месяц. И что я делала? Конечно, я уже давно забросила этот маленький.